всех приветствую и как и обещали с нами валентина муренкова бывшая православная монахиня и но тебя теперь можно назвать валя венецианский карнавал да извинец и извинец я у тебя прочитал на фейсбуке очень так ты красиво выразилась там что что дышишь ты венецией да вот что-то такое там было что я даже задыхаюсь от нежности а вот что ты задыхаешься от нежности сейчас вот венеции сегодня вечером пост был у тебя задыхаюсь от нежности к этому небу и к этой земле так что же там в небе такого нежного и на земле что там такого нежного валя ну вот смотрите вот и я где стою сейчас покажу вам он венеция там вдали а я на острове лида нахожусь я на острове лида и до меня спляживает еще очень тепло можно загорать очень даже можно купаться холодновато но есть конечно отчаянные славяне которые купаются здешние люди ходят в ботинках куртках в общем это нашему брату везде тепло вот ясно так маленькая мы в прошлый раз закончили с тобой на самом интересном месте ты говорила про матрешки про матрешку как символ образ такой женской души женской натуры и вот мне пишут пишут и просят продолжить эту тему потому что технически прервалось у нас запись вот просят тебя рассказать поподробнее что ты об этом знаешь вот я напомню ты говорил о том что женщину убить трудно женская душа как матрешка можно взломать 5 уровней до ее а 3 останутся с закрытыми ну что ж да а то я так это спонтанно начала во первых здравствуй дорогой максим здравствуйте наши дорогие зрители да и действительно венец и вот и сейчас постараюсь ответить на этот вопрос ну наверное мужская душа тоже также устроена не зря же есть сказка про кощея про смерть кощея которая там на конце иглы в яйце в утке в зайце в сундуке и так далее это тоже символ таких вот но матрешек да вот просто я на своей так сказать шкуре шкурки или на собственной душе убедилась в том что что даже когда вот раскрываешься перед всем духовником вот в этих значит послушание в этих исповедях вот и так далее и вроде все уже все такие потаеные уголки души открыты чего делать не надо ни в коем случае даже перед самыми близкими людьми вот то к счастью мне удалось сохранить то самое сокровенное что во мне было ну если так технически выражаясь некий мой код внутренний и с помощью его мне потом удалось восстановиться вот у нас тут прямо лодки одна за другой сейчас стихнет немножко ну вот я больше не нашла никакого тихого места везде эта музыка играет то то лодочки эту машина так вот остается какое-то сокровенное такое место в душе человека которое позволяет ему потом если она не взломанно с помощью каких-нибудь психологических технологий то вот этот внутренний код позволяет восстановиться ну вот примерно так я это чувствую я не знаю возможно есть какая-то очень стройная психологическая теория или какая-нибудь еще я не знаю я рассказываю о своих ощущениях своих чувствах потому что мне казалось что вот за 12 лет монашества вот это непрестанной самодвижущейся молитвы вот этого всего себя промывание в очищение и переформатирование своего сознания в православном таком ключе что от меня от прежней ничего не осталось что я вроде все из себя вычистила вот каленым железом выжгла и прочее прочее постом и молитвой да а потом оказалось что стоит немножко уйти вглубь себя отвлечься вот выйти как бы из этой системы ну например я еще будучи монахиней позволяла себе там ездить в крым ну точнее у меня благословляли потому что было очень слабое здоровье у меня у моей дочери вот как вроде уезжаешь куда-то в те места где живут нормальные люди вот наедине с природой вроде вот это все куда-то уходит вот это вот монастырское и начинает вспоминаться то какая есть на самом деле и вот это мне собственно говоря помогло потом когда я уже вышла из системы вот вернуться к себе прежней но это очень нелегкий труд очень нелегкий потому что вот это вот зомбирование своего сознания причем самозомбирует не только церковь хороша все постарались и я в том числе занималась вот это вот этим всем и вот когда это удается наконец-то хотя бы позволить себе думать что может быть иначе что сначала ты смотришь на других людей понимаю что вот можно жить как-то иначе потом ты начинаешь думать что можно попробовать и самой жить как-то иначе что не всегда было так и не всегда будет так сначала такая мысль потом разрешение подумать себе на тему того что и у меня может быть какая-то еще жизнь другая вот так вот постепенно начинается с маленьких шажочков такой путь к себе вот примерно так я могу сказать прекрасно прекрасно ну давай ты мы сейчас будем вопросы читать а пока вот про Венецию расскажи что ты просто стала венецианкой теперь да нет я отнюдь не венецианка я сюда приехала всего на неделю вот во-первых ну после всяких внутренних напряжений и так далее мне реально нужен небольшой отдых переключения вот во вторых я не добрала солнышко это лето в эстонии сам знаешь было вообще очень дождливым а мне очень важно для здоровья моего бывает на солнце забирать солнышко вот поэтому пляж для меня это как лечение заряжать свои солнечные батарейки и потом мне нужно забрать отсюда кое-какие вещи вот потому что у нас здесь краски остались а нам надо работать дальше вот у нас будет серия выставок в германии поэтому нужно делать новые работы ну и здесь мне так удивительно получилось что это только прилетела как мне позвонила моя знакомая вот я вчера была на мероприятии общество мемориал который проходит не только в россии по всему миру возвращение имен и мы читали тут и итальянцы со собрались и люди разных национальностей кто из австралии приехал вот и грузины и латыши и кого-то только не было итальянцы само собой испанцы на всех языках читали имена репрессированных людей вот такое художница вот как раз австралии из австралии не на она сделала копию такую достаточно внушительную копию соловецкого камня к этому камню поставили цветы свечи и вот этого камня мы читали имена репрессированных в том числе я своих прочитала родных вот такое вчера было здесь мероприятие так что но что там повеселее что-то что-то бывает в венеции безусловно здесь бывает повеселее понимаешь я чужая прическа уже такая веселая карнавальная конечно я первым делом пошла на бьеннале когда я прилетела ночью утром я вышла из дома пошла на бьеннале что еще делать у меня здесь во первых я спала на своей привычной кровати потому что теперь в этой квартире живут наши подружки вот в своей квартире которая за год привыкла потом у меня здесь есть знакомая кошка который тут живет вот мы с кошкой подружились она меня вспомнила узнала полюбила потом у меня есть безлимитный билет на венецианскую бьеннале который еще вот две-три недели она еще будет продолжаться вот и что делать я первым делом пошла на бьеннале я в этом плане алкоголик от искусства вот вот такие радости жизни конечно ну надо себе позволить солнце ветер море цвет цвет искусства вот это вот это мои лекарства по городу погулять там же есть нет но это само собой венеция конечно же это отдельная тема и в общем из нее их невозможно мы уже как бы это даже уезжая ты все время находишься здесь и я подписана на много пабликов и каждый день смотрю венецианские фотографии вот не уезжала вот у меня есть проездной по городу который действует пять лет у меня на нем лежат деньги чтобы я могла спокойно ездить значит на транспорте на водном на вапоретто вот так что я в общем то по своему отрываешься я не могу сказать что нет дело не в этом я не могу сказать что я одной ногой здесь ну скажем так частица моей души теперь навсегда принадлежит венеции и жить здесь очень сложно а приезжать сюда на короткий срок очень приятно прекрасно варенька прекрасно так ну а что же что же вопросы наших зрителей зрителей дорогих замечательных сейчас мы зададим так как ты валя книгу то пишешь или сейчас не пишешь ничего нет я не пишу книгу я отдыхаю артур пишет церковная вера рабство ну да аксиома который не требует доказательств абсолютное рабство причем прописанное даже потому что верующие люди считать себя рабами божьей вот четко так сейчас смотрим еще иван пишет иван пишет самое смешное в этом рассказе то что пробыла столько лет в монастыре и у меня вопрос если бы такое было она бы и раньше смогла уйти оттуда но что ее держала ну вот то и держала прочитайте мою книжку все поймете что людей там держит очень умелые манипуляции над моей психикой и же не сразу распознаешь не сразу разгадаешь люди годами живут с нелюбимыми женами мужьями в семье которая им опостылила и не сразу далеко уходят потом вот как бы не представляют себе как они жили раньше люди годами работают на нелюбимой работе терпеть ее не могут на уходят туда ради денег люди терпеть не могут города в которых живут им там плохо но они там остаются жить потому что им сложно сдвинуться с места там есть всякие обстоятельства якоря который держит люди терпеть не могут свою страну ненавидят ее стыдятся ее нужно продолжать в ней жить и так далее очень много обстоятельств которые люди терпят какое-то время вот а кто-то всю жизнь терпит терпилы такие вот а кто-то берет и уходит кто-то сразу понимают все и уходят у него есть на это силы у кого кому то нужно что называется собраться вот это не хорошо и неплохо мы все разные у всех разные обстоятельства и внутренние силы тоже раз сейчас у тебя больше стало силы внутренние ну по-разному бывают они же понимаешь это же как сказать как огонь надо поддерживать они один раз кинул поле на ноте того чтобы гореть точно так же нужно поддерживать отношения точно так же нужно поддерживать дружбу точно так же нужно поддерживать себя и свои силы постоянно подбрасывает туда дровишь как-то как-то истощаются прогорают вот вот сейчас я как раз поехал заряжать свои батарейки тем занимает отлично сокол пишет здравствуйте валентина порекомендуйте автора книги по церковной истории для желающих расцерковиться вы знаете таких книг несколько сейчас вот я сходу не скажу давайте я подумаю подберу что 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 то что то но я помню что я читала льва гумилева вот я помню вот да сейчас сейчас вот самое важное читайте латынина ее последние три книжки читайте латынина и после этого что называется камня на камне не останется нет каких заморочек религиозных вот наверное сейчас это самое важное она очень глубоко вникла в ситуацию провела очень такие важные исследования вот а потом просто знаете как есть же ну допустим вам некогда читать или нет этих книг или что то еще сейчас есть очень много роликов в ютубе а вот просто наберите там христианские цены артефакты находки археологические находки и так далее которые разбивают совершенно вот религиозный миф библейский миф от него ничего не остается вот понимаете там очень сложно там же перемешалась реальная история с вымыслом с педагогическими всякими ну типа баснями типа вот это причины называются библейские притчи евангельские которые нужны были для воспитания людей и в то же время там можно найти в принципе отголосок реальных исторических событий но только отголосок вот потому что ну вот представьте себе есть такое выражение что мы все смотрим каждый со своей колокольни и соберется там сколько-то человек и каждый это было очень интересно когда я разговаривал со старцем реальным старцем таким вот и нас к нему приехало четверо человек в сложной ситуации в который мы все четверо попали и каждый рассказал ему свою часть истории на то он и старец чтобы сопоставить все рассказы и в принципе сделать какие-то свои выводы но это в принципе это то же самое сделать любой психолог любой там ну да даже просто внимательный человек вот и а теперь представьте себе как воспринимали окружающую действительность люди две-три тысячи лет назад когда в природных явлениях видели волю богов когда было очень мифологическое осознание оно и сейчас осталось вот и не могу сказать что я допустим его напрочь лишена ну мы все так или иначе какую-то частичку такую вот имеем да восприятие чего-то мистического вот две-три тысячи лет назад у людей было совсем вообще совсем абсолютно другое представление о мире их окружающих законы природы и вот как они все это воспринимали и в общем-то ретранслировали через библейские евангельские тексты вот можете себе представить вот так вот ну латынь ну прежде всего посоветую валентина пишет валентина зачем так бог вас накажет за богохульство за что богохульство вот наказывает венеции например а могла бы страшное наказание всем бы так алекс пишет странная женщина зачем кидаться из крайности в крайность все эти монастыри печали расцерковывание слово какое-то бога надо постичь и постараться понимать они иконам кланяться и батюшкам целыми днями мы все разные у нас разное восприятие ну я не спорю что я странная женщина таких мало так живу как у нее екатерина пишет валечка спасибо за ваше интервью очень все истинно и с чувством говорите много пережили вы родственная душа я тоже иду к живописи занимаясь живописью иконописью или иконописью как правильно иконопись и профессиональное дарение как компас компасу моряков так а так общеупотребительная иконопись да нет иконопись исторически сложилась просто так как у следователей все все же говорят дело возбуждено а у них возбуждено а у них возбуждено понимаю вашу бурю чувств вот это екатерина пишет спасибо большое екатерина мне очень приятно что мы на одной волне одним делом занимаемся и понимаем друг друга родственные души это вообще прекрасно вот хорошо когда они находят друг друга я очень рада может когда-нибудь встретимся но екатерина присылайте свои работы тогда покажите вали вали профессиональный художник член союза художников россии да творчество обожественного рпц так что вот варентина может сказать вам что-то если захотите услышать максим скоро за такие рекомендации так сказать в лицо будут бить понимаешь поскольку рпц настолько дискредитировала себя и в общем свое лицо настолько потеряла что это это мягко выражаясь это теперь преступная организация террористическая поэтому ну принадлежность к ней скоро будет в общем как бы это караться международным трибуналом я жду не дождусь этих времен подожди так принадлежность одно а понимание красоты то даже другое у меня тут опять лодочки солнышко уже заката движется сейчас они немножко проедут а то я не расслышала вопрос повтори пожалуйста принадлежность организации это одно а понимание красоты этой организации это же совсем трудно поэтому я понимаю да одно дело церковь в как организацию другое дело многовековое церковное искусство как бы как единственная форма проявления человека в долгие века когда не было другого искусства не было не церковного искусства очень долго светского искусства не было было только церковные вот остались это как бы исторические традиции реконструкция этих традиций нормальноAlright story искусств в конце концов никто не отменял interesting Это тоже история искусства. Катя пишет. Я вот тоже заметила, когда папа умер, я увидела на лице покой у него. Как будто улыбка у него на лице была. Я тоже любовалась им, что мне даже плакать не захотелось. Даже на мертвого не выглядел. Ты говорила о красоте покойников. Да, да, да. Вот я очень хорошо это понимаю. Я видела таких людей, которые действительно понимают, что о себе надо плакать, а не о них. Да, такое бывает. То есть что? Краша в гроб кладут, Валя? Ну ты слишком уже о себе. Нет, нет, я не про это. Про то, что как бы... Ну, на этой земле, в этой жизни не всегда и не всем бывает хорошо. Бывают болезни, бывают скорби, бывают всякие разные. Негативные всякие состояния. А вот этому человеку смотришь на него, сразу понимаешь, что вот этой душе, вышедшая из этого тела, сейчас очень-очень хорошо. И это, в общем-то, внушает энтузиазм и оптимизм. Вот. Севги пишет. Помню одну бесноватую, постоянный клиент в монастыре. Потом она призналась, проговорилась, что ей за это платят за то, чтобы она бесновалась. Есть такое? Не знаю. Я с таким не сталкивалась, не могу сказать. Знаете, заочно о человеке ничего не могу сказать. У нас такого не было. У нас им помогали, как могли. Вот. Их жалели, их входили в их положение, потому что... В монастыре свято верили, что эти люди одержимы бесами. Но потом... Для себя я, по крайней мере, решила, что это... Психиатрия такая. Душевная болезнь, духовная болезнь. Ликушство называется. Душевно больная женщина. Марина пишет. Скажите, а что если из церкви человек ушел и дома молится, но не причащается и не исповедуется? Что ему делать? Ну, если понимаете, в чем дело, нельзя вот так вот по щелчку пальцев разувериться, да? Я тоже знаю, например, женщину, ушедшую из монашества, она остается верующим человеком и продолжает молиться. Она просто покинула монастырь, да? Вот. Еще знаю таких людей, которые остаются верующими. Просто они, ну, как бы не поладили с организацией. У меня другая ситуация. Вот. Ну, что делать? Я думаю, что надо быть прежде всего в согласии с собой. Если вам хочется молиться, то молитесь на здоровье. От этого ничего плохого не бывает. Вы же хорошего желаете. К миру всего, всему миру мира, да? Значит, здоровья людям. Себе там всего хорошего желаете, да? В этом нет ничего плохого. Вот. Так что вольному воля, спасенному рай, да? Татьяна пишет. Валя, спасибо вам за передачи. На многое стало смотреть по-другому. Спасибо. Я очень рада. Я очень рада, что это кому-то помогает. Вот. Что все это не зря. Все наши усилия. Это очень радует. Марина пишет. Ох, это про меня. 38 лет была в православной церкви, 16 лет. Весь набор страхов, комплексов, привычек, несколько внешних, не столько внешних, сколько внутренних установок, от которых и по сегодня, чувствую, не освободилась. Четыре года, как осознала, ужаснулась, сняла крест. У меня двое взрослых дочерей воспитывалась, соответственно, желала им самого-самого лучшего воспитать в духе православия, чтобы спаслись и все такое. Результат ноль и даже с минусом. Хотя они и благодарят за действительно хорошие вещи, усвоенные в детстве, но минусов, ох. Очень хорошо вас понимаю. У меня такая же история. Тоже это запоздалое понимание, что такое православное детство для детей, православное церковное воспитание. Единственное, чем могу себя и вас утешить, то что у наших дочерей очень мощный антицерковный иммунитет. Не у всех он есть. А вот когда они через вот это все прошли, они больше уже в религиозные ловушки не попадутся. И это, собственно говоря, возможно, это и хорошо. Потому что, допустим, они через все это прошли в детстве, и потом, когда станут взрослыми, и уже у них будут там уже свои дети и так далее, они вот этот свой горький опыт повторять не будут. Возможно, вот как бы в такой легкой, мягкой форме, но как бы в детстве все романтизируется, в детстве вообще все прекрасно, кажется. вот, ну, и возможно, это им поможет в дальнейшей жизни сохранять трезвомыслие, здравомыслие и жить, собственно говоря, нормальной жизнью. Так что вот не горите себя, все зачем-то бывает нужно. Ни один опыт не бывает бесцельным. Вот это мне все время дочь говорит. Вот, так что я повторяю вам ее слова. Дочь твоя еще не повзрослела, Валя? Нет, ну почему? Я говорю про церковный иммунитет, что нужно это было пройти в детстве, чтобы потом не попасться уже взрослым человеком, как я. Ты просто сказала, что когда дети повзрослеют, они там тра-та-та. Нет, ну, это было не в адрес моей дочери. Ясно. Мария пишет, Мария пишет, какая красавица. Валенька, это для тебя. Мне очень приятно. Вот, так. Смотрим, смотрим. Пишите, пишите, молодцы, умнички. Пишите, смотрите ролики и задаете Валеньке наши вопросы. У меня тут очередная лодочка плывет. Лодочка. Ты покажи нам. Это вот общественный транспорт такой, да, или что? Нет, общественный транспорт здесь, ну, далеко. Вот, это просто люди катаются на лодочках в воскресенье. Тут все бурно сейчас будут праздновать Хэллоуин, уже везде тыквы выставлены и все такое. А ты там, Валя, будешь участвовать в этом? Нет. Я буду любимую книжку послушать. Я тебе говорю, я чужая на этом празднике жизни, я не отсюда. В итальянских развлечениях я ничего не понимаю. А как ты развлекаешься, Валенька? Да тебе говорю, что у меня я алкоголик от искусства, понимаешь? Вот в Венеции мне нет... Ты развлекаешься, записывая ролики со мной, я так понял, да? Нет, это не развлечение, это, скажем так, моя общественная деятельность, да? Вот, бескорыстная. А что касается развлечений, то для меня нет ничего слаще и приятнее наблюдать красоту, красоту архитектуры, красоту природы, красоту произведения искусства. Ну, они бывают иногда мучительные, эти произведения искусства, значит, надо понять, что хотел сказать художник и так далее. вот, то есть, вот так вот. Ну, опять-таки, я же это... У меня есть друзья, близкие здесь, я с удовольствием со всеми встречаюсь, очень радуюсь, разговариваю, мы и так далее. Мы давно не виделись, соскучились, так что дружба, это тоже очень важно, но не могу сказать, что это развлечение. Ну, совместные прогулки, наверное, можно назвать развлечениями. Вот. Валя намекнула тонко, да, на то, что там надо донаты делать, друзья мои. Значит, я под каждым роликом, под каждым роликом счета, счета находятся, в том числе Вале. Вы можете поблагодарить Валю за ответы на ваши вопросы, за ее деятельность, поддержать ее общественную деятельность, ее движение, преображение, да, побуждение, вот, и, в общем, сделать хорошее дело. Елена, один вопрос. Вы в Бога сейчас верите или в высший разум? Ни в то, ни в другое, ни в третье. У меня есть свое ощущение связи с силой жизни. Я ни во что не верю. Я теперь, ну, мне интересно знать и чувствовать. Это в корне отличается религиозная вера. То, что я сейчас испытываю, благодарность к жизни, благодарность к природе, благодарность к всему сущему. Это совсем не религиозное чувство, абсолютно. Оно с верой никак не, даже не прикасается никак к вере. Это другое совсем ощущение. Вот. Так что, я, можно сказать, абсолютно не верный человек. Но я не атеистка при этом, потому что атеизм это тоже вера. Особенно последовательная луиза спрашивает, а разве Россия это религиозная страна? Не очень религиозная страна. Тем самым 2-4% религиозных. Даже в Татарстане давно нет мусульман. В мечетях одни гестарбайтеры. Ну, я ничего не могу сказать про Татарстан, но, к сожалению, РПЦ за это время насадил достаточно... Понимаете, в чем дело? Это не религия как таковая, это какое-то суеверие, которое выродилось в православии. А в суеверии люди, ну, как бы, особенно в сложные времена, в тяжелые времена, то люди склонны к суеверию, к каким-то надеждам на что-то свыше, когда они не справляются со своими проблемами, они, ну, ищут какой-то выход такой нестандартный, да, из того, чтобы, например, идти к врачу, идут молиться. Ну, кому-то помогает, понимаете, в чем дело. Человеку помогает то, во что он вкладывает все свои душевные силы. Поэтому вот так вот. Но то, во что превратилось в православие, это какое-то библейское суеверие. Вот. Даже не евангельское. Там намешано очень много чего. Елена пишет, слушаю ее, жалею, а мне это помогает выворачивать собственное бесчувствие, которое трудно выкорчевывается из эгоистичного сердца. Бедная женщина так и не поняла, что Бога за грудки не возьмешь, если не умолишься до простоты и искренности ребенка, который с доверием идет к папе. Ну, если кому-то хочется считать меня бедной женщиной, я тут ничего не могу сказать. Живу, как умею. Могу, конечно, заблуждаться, но в монахине не подстригают женщин, имеющих детей. Что за лапшу вы тут нам вешаете? Вы не знаете реалий российской жизни, реалий российской церкви. То, о чем вы говорите, вы, наверное, подчеркнули из книг. Еще как. Целыми семьями постригают. Мужа в мужской монастыре жену в женский, а детей в детский отдают приют. И такое бывает. И чего только не бывает. Я знаю таких семей, которые одновременно постригались. И им говорили, вот так русские князья делали. Типа того, что жили, 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 а под старость каждый себе строил монастырь, он мужской, а на женский, и уходили туда, значит, вот, спасать душу. Вот, а сейчас...